Буажара Эмбекова 20 лет руководила ЗАГСом Козылки в Баткенской области. Сейчас она на пенсии, но продолжает консультировать граждан по семейному законодательству. Наша героиня вспоминает, как в начале карьеры в паспортах от руки записывалась вся личная информация. Фамилия, имя, отчество, дата и месторождение всегда обладали уникальным почерком сотрудников ЗАГСа. Все экземпляры документов дублировались и хранились топками в архивах. Работали раньше одни женщины, которые поздравляли молодых, напутствовали, давали им хорошие советы. С рождением ребенка выписывали свидетельство о рождении и потом уже, ну и сопереживали, конечно. Мы регистрируем не только хорошие моменты, но и свидетельство о смерти, это тоже на нашей службе. Но видоизменилось, сама жизнь изменилась, как видите. Поэтому сейчас уже очень многие вещи в цифровом формате. В Кыргызстане до 1918 года рождение, браки и смерть регистрировали в религиозных общинах. Позже начали работать ЗАГСы. Во всех районах открылись паспортные столы. По словам замминистра цифрового развития Айдарбека Мамиткадырова, паспорт Кыргызстана практически невозможно подделать. Он отвечает всем международным требованиям. Теперь главный документ. Удостоверяющий личность, кыргызстанцы вместе с водительскими правами могут получать дистанционно в госпортале Тундук. Мы недавно ввели систему по онлайн-выдаче свидетельства о рождении, чтобы роженицы в больницах не ходили во время, скажем, послеродового времени по органам и могли это получать услугу в онлайн-формате. Сейчас в пилотном виде оно себя показало очень хорошо. В дальнейшем, если мы отработаем все плюсы и минусы, мы будем внедрять свидетельства о браке и другие свидетельства о смерти, которые, соответственно, могут наши граждане получать дистанционно онлайн. До 2010 года паспортная система находилась в структуре Министерства внутренних дел, органы ЗАГСа в структуре Министерства юстиции. В том же году две службы объединили в Департамент регистрации населения. С тех пор процесс получения паспортов стал проще и сократилось время выдачи документов. Ежегодно выпускается до 50 тысяч ID и заграмм паспортов. По всей стране более 700 сотрудников предоставляют населению 21 услугу. На 2023 год заложена оцифровка актовых записей. У нас по всей республике порядка 12 миллионов актовых записей, которые требуют больших затрат, большего времени. И мы начинаем эту полномасштабную работу по всей республике. Если мы все актовые записи полностью оцифруем, то предоставление услуг сократится буквально до 2-3 минут на человека. В этом направлении мы работаем. Помимо этого, мы работаем по внедрению возможности получения услуг через мобильные телефоны. Цифровые документы в Кыргызстане признали юридически значимыми. Это решение вступит в силу 30 декабря. Таким образом, граждане посредством мобильного приложения «Тюндюк» на своем телефоне смогут предъявлять документы в электронном формате госорганам, органам местного самоуправления, должностным, юридическим и физическим лицам. Айгирим Рамилева, Самоделла Токунов, 5 канал.